Всем привет, народ! Короче, вот, только взял Ниву. Сразу еду на полигон, хочу ее проверить. Я вообще собирался Шеви Ниву брать, но я понял, что она не потянет просто потому, что у нее нет подготовки. Решил сразу подготовленную машину взять, сразу ее проводить, проверить в деле. Тем более, у обычной Нивы отзывы хорошие, на дроме я так почитал. Но 7,2 балла, 5 тысяч 100 владельцев. Ну, так они свою машину оценивали. Призвы, отзывы нормальные. Ну, люди как? Они понимают ее недостатки, но они знают, для чего эта машина нужна. Так что решил взять, короче, обычную трехдверку. Вот. Ну, ее надо чуть поделать, в порядок привести. Вот. Но это уже потом. Пока сейчас приеду, сразу попробую как-то. Пока не стемнело, уже вот сумерки сейчас стемнеют. Ну, просто для себя, вот, уже хочется взять, вот, первый раз взять и заехать по самой Нивовой куда-нибудь, вот. Ну, и в этом видео, как бы, то есть, это новый проект. Я продал тренажку, вот, добавил немного денег и взял вот эту Ниву, за 180 взял. Поедем на полигон. Действительно неплохо она прет, все блокировки у нее, внедорожные колеса. Но последнее препятствие не смог я преодолеть. Встрял в этот ров. И потом, короче, пока пытался выехать, туда-сюда машину раздонял, пытался выехать и отломал ручку КПП. Сейчас вот пацаны едут, везут новую ручку, сейчас вот приедет УАЗ, попробуем вытащить ее, попробуем поменять кулису и попробуем как-то отсюда выехать. Не знаю, насколько это получится. Короче, приключения начались сразу же после покупки, блин. Вот сразу же после покупки вот надо было обязательно встрять и надо было этот... Ну, что делать? Такая машина и такая тема, это не дороже. Зато потом, когда выезжаешь, бывает столько радости. Ну, в общем, сейчас попробуем выехать. Но сначала дождемся вас, попробуем починить эту кулису, попробуем выехать, вытащить машину и выехать отсюда. Ребят, к нам, езжайте к нам. Спросите нас кто-нибудь. Сюда даже Бобик с трудом заехал, блин. Вот она, спасение, наше спасение. Буханка, я понял, почему ее делают. С 58-го года, потому что у нас с 58-го года вытаскивают книгу из гамаза. Меня вытащили с этой ямы при помощи КАМАЗа. Сразу хотел поблагодарить собственно КАМАЗиста, который приехал за мной с ближайшей стройки. Он меня узнал, кстати, да, не взял денег даже. Ну и хотел тоже сразу поблагодарить ребят на Буханке, которые приехали за мной. Ну, они не смогли меня вытащить, но, тем не менее, приехали, помогли, чем смогли. Вот. Теперь давайте, когда я уже на свободе, когда я уже починил кулису, вот посмотрите, как она сломалась, кстати. Вот эта кулиса, да, которая там, и она тупо вот так отломалась. Как такой толщины можно было бы рычаг сломать, я не знаю. Ну, в принципе, как я понял, такое встречается, что она отламывается. Ну, к счастью, она легко меняется, я самостоятельно поменял ее, купил сразу кулису в сборе, поменял ее, то есть она, и единственное, там такая пружинка бывает, она у меня упала, вот, и, ну, она, как бы, я не знаю, зачем она нужна, там вообще вроде ни на что не влияет. Ну, в общем, если на что-то она влияет, если вы знаете, на что она влияет, напишите в комментах, чтобы я знал тоже, если что. А теперь давайте я вас познакомлю, собственно, с нашей Нивой. Нива как Нива, но эта машина подготовлена, эта машина уже участвовала в различных трофе. Что у нее есть? У нее есть, во-первых, все три блокировки, это передняя блокировка Вау Рейсинг, задний мост тоже блокировка Вау Рейсинг, и жестко подключаемый передний мост, таким образом, если я его втыкаю, получается, что у меня все три блокировки работают. А так обычно машина ездит на заднем приводе, что упрощает ее передвижение по обычным дорогам. Еще тут есть здоровенный кенгурятник, но это не просто кенгурятник, это вообще в целом железный бампер, также железный бампер еще и сзади. Он позволяет сшибать небольшие деревья, и если вы воткнетесь во враг, то вы не повредите машину. Также здесь мощная защита, вот, связанный лонжерон, и усилит в целом весь передок. Вот, это тоже позволяет машине выдерживать нагрузки. Есть лебедка, да, есть лебедка. Вот, есть прожектора, стоясь и ночью. Также есть задний свет, в том случае, если вы задом откуда-то выезжаете. Вот. Ну и, конечно, у нас внедорожные шины, такие именно говномесы с хорошим протектором. Пока они не забились у меня вчера, они же очень неплохо рыли землю, но потом, когда они забились, конечно, уже как по льду. Вот. Ну, в целом, машина лифтованная, вы видите, что у нее клиренс, конечно, нестандартная, она чуть повышена. Вот. Есть у нас экспедиционный багажник. Вот. Он тут на крыше. Вот. Есть, ну, задний железный бампер тоже. Вот. Выхлоп у нас тоже не как обычно бывает сзади у Нивы, а именно он там, на днище, чтобы мы его не повредили в то время, когда будем с оврага, если выезжать. Вот, видите, я вчера вот цеплял бампером. Вот. Ну, что, в принципе, все. Так, двигатель карбюраторный. А, есть шноркель тоже, шноркель есть. Вот, есть шноркель. Двигатель карбюраторный, он как бы, то есть, есть разные мнения. Кто-то считает, что карбюратор лучше для внедорожья, но в нем меньше всякой электроники. И когда вы залезаете в какое-нибудь озеро, да, и вам заливает водой весь двигатель, соответственно, меньше вероятности, что у вас какая-то электроника начнет моросить, или вам там затопит, что-нибудь закоротнет, и у вас инжектор станет. Так, карбюратор роет землю. Ну, мотор нормально работает, ничего, бодренький такой. Сейчас я вам сразу движок покажу. Вот оно, смотрите сюда. Какой-то сигнал есть навороченный, нет запаски. Вот, вот от карбюратора, видите, шноркель идет сюда, то есть можно вплоть до сюда там заезжать в воду. Есть вот на лебедку, это идет, вот это управление лебедкой, то есть там подключаете шланг специальный, и лебедка 4 тонны у нее тяга. Вот, так, в принципе, все, простая машина на самом деле. Вот, смотрите, какой радиатор, здоровенный просто радиатор. Вот, вентилятор постоянно у него крутится, вот, жестко, и постоянно охлаждается, чтобы не перегрелся двигатель. Ну, можно, конечно, дополнительные электрические поставить всегда. Система вот такая, то есть без давления работает. Залит сейчас антифриз. Вот, на печку идет все. Короче, Нива как Нива, в общем-то, но Нива подготовленная. Так, сейчас я закрою, покажу вам салон еще, потому что салон тоже хардкорный. В принципе, по факту, машина это корч. Вот, смотрите салон. Вот, то есть здесь нету пола. Вот, вчера это я тоже все тут замазюкал. Вот, здесь сразу это все моется каршером. Вот, вот, вот раздатки, то есть вот это сейчас нормально, это включает пониженную и передний мост. Все, можно, вот так, вот сейчас задний привод, как обычно, вот. Коробка, есть какое-то подобие музыки, но я не уверен, что это за музыка, вот. По крайней мере, я не знаю. А, вот. Ну-ка, что-нибудь играет. Сейчас посмотрим. О, звук есть даже. У-у-у, живем, у нас бузон есть. Ха-ха, я думал, он не работает. Так, ну, давайте я вам покажу вам багажник. Открывается вот так вот. Вот это надо потянуть. Вот, и он открывается. Сейчас. Ага. Он не открывается, значит, багажник у нас. Подожди, может, все-таки я его открыл. Да, нет. Вот, короче, надо вот эту бывает потянуть. Ну, потом ее поставлю, уже разберусь с этим. Сзади вот сиденья не прикручены, они вот туда-сюда болтаются. И во время езды туда-сюда, короче, вот так она ходит. Ну, сейчас я уже потом, когда съемку закончим, я приеду уже, открою багажник, поменяю у него эти, не держат. И заднее сиденье, наверное, уберу нахрен. Оно мне, думаю, уже не понадобится. Так, ну все, давайте проедем, собственно. Главное, в конце концов, то, как она едет. А едет она нехило. По крайней мере, вчера, до момента, как встрять, она первого так, не слабо. Вот, по факту, она, ну, поучше едет, намного, чем стандартная Нива, конечно, после такой подготовки. То есть, это именно такой, по факту, это корч. Все, выехали мы на трассу. Ну, звуки, конечно, тут такие, жесть, но не пугайтесь. Машина, конечно, шумная очень. И по трассе некомфортно на ней ехать. Тем более, это заднее сиденье, блин, удобнее. Но зато мы можем поехать вон туда, куда-нибудь, куда угодно, в принципе, можно поехать на ней. Любое, от чего мы можем заехать, даже на заднем приводе она хорошо прет. Теба, тем более, еще там, на переднем, на все. Но у меня, не дороже, мне сразу же первый день преподнесло жестокий урок. Я понял, что так просто тоже суваться самое, от чего не стоит. Надо подготовить по машину тоже. Надо взять железный трост, вот это все. Вот, кстати, смотрите. Вот, видите, вот оно, наше поле. То есть, я беру, подключаю передний мост, вот я включу передний мост и блокировку. И теперь нас ничего не остановит. Мы можем заехать спокойно. через вот этот обраг спокойно. так, сейчас я вот КамАЗ пропущу. Так, подожди-ка, тут перекопано. Нет, теперь я стал умнее. Теперь так просто меня не поймаешь. Нога. Разверну сейчас выйдем вот отсюда. вот как вам такой обраг. Нормальненький? А для нашей Нивы это вообще не вопрос. Сейчас вы проедут ребята. вот тут стандартная машина не может проехать никак. А умы спокойно. Так, сейчас поставлю обратно. Так, вот я снова задний мост и снова обычная пара. О, задний привод с блокировкой. Можно директовать практически. Так вот для чего я взял эту машину. Я хочу на ней учиться ездить по бездорожью. Ну, не в этой серии. В следующей серии мы поедем. Вот, посмотрите, чувак, куда заехал. Мы поедем, короче, и поедем на полигон и будем вместе учиться преодолевать разные препятствия. А когда более-менее научимся, то будем звать другие машины на соревнования. Будем соревноваться с другими и тоже научимся как бы побеждать их уже на внедорожье. Кто-нибудь хочется заехать, знаете, такое... я все-таки чуть-чуть потерплю уже. Классная машина, знаете, это именно корч, понимаете, это именно для фана, это именно для фана это создано. То есть в любой момент можно съехать там, куда-то там, даже не обязательно ничего там, включать какие-то блокировки. Вот, да, то есть сейчас был уклон градусов 30 и даже на заднем приводе можно спокойно кататься. просто вот обычное поле, оно не сможет задержать эту машину, конечно. Нам нужны препятствия посерьезнее и мы эти препятствия посерьезнее найдем уже в следующей серии. Сейчас я вам просто хотел показать, что, собственно, я купил. Вот, три блокировки, внедорожная резина, высокая посадка, с таким оснащением так просто уже нас не задержишь. Ну что, вот она моя Нива, вот, попробуем ее на внедорожье, я хочу научиться хавашвейзить на внедорожье и со временем может даже поучаствовать в каких-нибудь соревнованиях, как-то себя показать на ней, вот. Ну а пока на сегодня все.